В США начались выборы президента. Первыми по традиции проголосовали в деревне Диксвилл-Ночь на севере штата Нью-Кемпшир. Согласно законодательству страны, жители населенных пунктов до 100 человек могут приходить на избирательные участки уже в полночь. Эта традиция в Диксвилл-Ночь зародилась в середине 20 века, а сама деревня носит наименование первого участка в стране. В селении свои голоса отдали 7 человек. Четыре из них проголосовали за Хиллари Клинтон, двое за Дональда Трампа и один за либертарианца Гарри Джонсона. В большинстве штатов Атлантической части США голосование начнется в 13 часов по киевскому времени. По последним данным досрочно проголосовали 43 миллиона граждан США. Напомним, президент Барак Обама призывал голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая, по его словам, продолжит восстановление экономики страны. В ближайшем будущем на Земле установится новый климатический режим. К 2025 году кажущиеся сейчас аномальными летние температуры станут нормой. Об этом заявили австралийские климатологи. Авторы доклада говорят, это произойдет независимо от того, будет ли прекращен выброс парниковых газов полностью или частично. Появление нового климатического режима удастся отсрочить только к 2035-40 годам. Одними из первых пострадают регионы Австралии и Арктики, тогда как в других районах земли температура будет повышаться в течение всего столетия. К 2100 году больше 98% уголков суши подвергнутся климатическим изменениям. В ночь с 14 на 15 ноября жители Земли увидят суперлуния. В это время естественный спутник планеты будет находиться в Пиригии, ближайших к Земле точки лунной орбиты. Благодаря этому Луна будет выглядеть на 14% больше и светить на треть ярче, чем это бывает в обычные полнолуния. Астрономы говорят, в последний раз такое явление было в середине 20 века, а следующее такое суперлуния Земля не увидят 25 ноября 2034 года. Рождественская ярмарка в Лондоне приветливо встречает посетителей. Но в этом году здесь не увидишь буйства огней и красок. Новый тренд – умеренность. Все украшения сделаны в духе скандинавских традиций. Коллекция датских дизайнеров дарит ощущение уютной домашней атмосферы. «Датча нам нравится, когда есть всего понемногу. Мы любим замысловатые детали, дизайнерские вещи. Нам нравится подолгу что-то придумывать, и цвета не обязательно должны быть традиционно красными, голубыми и зелеными. Мы смешиваем их с серебром, добавляем много золота, а золото возвращается в виде тренда». А это рождественские украшения, сделанные руками шведских дизайнеров. Здесь также преобладают белые и серые цвета, к ним добавлены золото и серебро. Конечно, нашлось место красному и зелёному оттенкам, но они приглушённые. «Мы видим больше сказочных, традиционных вещей, меньше чего-то сверкающего, меньше ярких огней, а больше традиционного, серого, куклы и тому подобные вещи». Некоторые британские компании также охватила новая тенденция. «Если говорить о традиционном Рождестве, то мишура стала уже довольно старомодной. Мы ничего не делаем блестящим, в старом стиле, ни ёлочные шары, ни остальное. Мы используем тёплые натуральные цвета, шотландскую клетку, только натуральные материалы». Менеджер лондонской ярмарки «Дух Рождества» говорит, тяготение к скандинавским мотивам наблюдается и в другой продукции. «Скандинавский дизайн – это тренд на данный момент. Так или иначе, присутствуют более чёткие линии, больше графики и принта. Это, конечно, касается украшений, но можно увидеть эту тенденцию и в товарах для дома». Ежегодная рождественская ярмарка проходила в Лондонском выставочном центре Олимпиа.